Большая елка, воздух, пропитанный запахом мандарина, в дождик и цветные гирлянды. Что еще нужно для того, чтобы почувствовать приближение Рождества и наступление Нового года? Как ждут этот праздник дети и как важно, чтобы он прошел так же красочно, ярко, торжественно? Вот уже не один год в эти сказочные дни в гости к брестским десантникам, представителям 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, приезжают ребята из Кобринского детского дома. Для мальчиков и девочек своими силами военнослужащие организуют представление. Кобринский детский дом является нашей подшипной организацией. В течение года мы проводим с ними очень много мероприятий, воспитательной направленности, патриотическое воспитание. Ну и как итог года проводится новогодний утренник силами военнослужащих нашей бригады. Хочется детишкам подарить тепло, радость, чтобы они поверили в сказку. 22 малыша сегодня проживают в детском доме. У всех кроха своя непростая история. Но несмотря ни на что, душа каждого полнится любовью и искренностью, теплотой. И когда к мальчикам и девочкам даже посторонние люди проявляют внимание, уважение, заботу, они раскрываются. Им хочется делиться всем тем, что у них есть. Это было видно во время праздника. Ребята активно шли на контакт, весело смеялись, хлопали в ладоши, танцевали. Конечно, вносим свою частицу души, стараемся души. И ребята, наши военнослужащие, очень активно к этому подходят. Очень ответственно, можно сказать, очень. Поэтому я надеюсь, что у нас наш праздник получился. Дети этого праздника очень ждут. Здесь всегда нас ждет прекрасное представление. Каждый год новые персонажи чудесные. Вот в этом году был Незнайка, Баба-Яга, Дед Мороз, Снегурочка. И здесь всегда, посмотрите, какая красивая, настоящая, потолок, елочка из леса. Конечно же, приятным завершением праздника стало вручение подарков, когда каждый из мальчиков и девочек смог лично рассказать Дедушке Морозу не только стишок, но и самое заветное желание. И в новом году оно должно обязательно сбыться.